Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас из центра Израиля. Рядом со мной Борис Миркин, известный корреспондент, журналист, предприниматель, который имеет свой телеграм-канал, который называется Борис... Радио Хамсин. Радио Хамсин. Итак, приветствую вас, Борис. Добрый вечер. Я думаю, что то, что важно сегодня для американского зрителя, это, прежде всего, взгляд из Израиля. У нас в Америке происходят драматические события, решается судьба страны, может быть, даже мира. Выборы. Как видится вам выборы и тот выбор, который делают сегодня американцы? Смотрите, для Израиля это очень важная ситуация. То есть, в принципе, сами выборы в Соединенных Штатах, они крайне важны для Израиля. То есть, если мы посмотрим в историю, то, что произошло в предпредыдущую каденцию, когда во главе Соединенных Штатов был Барак Обама, ну, без обиды для граждан Соединенных Штатов, но мы получили крайне недружественную, скажем там, администрацию для Израиля. Я просто напомню, что произошло во время администрации Барака Обама. Он тот, который заставил Бениамину Тиннеяу, нашего премьериста, произнести барландскую речь, которую нас попытались затолкать в сторону создания политического государства. Барак Обама был тем человеком, который приехал на Ближний Восток, выступил в Каирском университете в Египте и начал все то, что называется Абива Арави, это арабская весна. И они сместили президента Египта Мубарака. Президент Мубарак в свое время сказал президенту Обаме, он сказал, ты молодой человек, ты не понимаешь, как работает Ближний Восток, ты делаешь громадную ошибку. И они сделали громадную ошибку. Если я напомню, к власти в Египте пришли братья-мусульмане. Это страшная организация, только потом был военный переворот. В администрации президента Байдена 75 первых человек из сотни администраций, это также были люди из администрации Барака Обамы. И сегодня мы тоже видим, что у Камала Харрис, у кандидата Камала Харрис, также очень много людей из администрации Барака Обама, в том числе Филипп Гордон, который является советником по безопасности. Он пришел все еще из администрации Обамы. Поэтому в Израиле, скажем так, мы, конечно, бы предпочитали, чтобы это был Трамп. То есть нам, ну, по крайней мере, из всех президентов, которые были в Соединенных Штатах за последние десятки лет, он сделал Израиля больше всех, лучше всех. И мы, там, очень высоко ценим все, что было им сделано. Поэтому, ну, я могу сказать, только свое личное зрение, и точку зрения я хотел бы, чтобы, конечно, победил Трамп. Вы предполагаете, что это усмирило бы Иран? То есть Иран бы не так бы размахивал ядерной дубиной и вообще не угрожал бы Израилю, не послал бы баллистические ракеты? Смотрите, Иран крайне... Он крайне очень боятся победы президента Трампа. Они считают, что если победит Трамп, то Израиль получит карт-бланш на любые операции, которые захочет провести в Иране. Опять, ядерная дубина еще не существует в Иране. То есть пока что это на уровне угроз. То есть она, опять, программа создания ядерного оружия, она у них есть, но она еще не создана. Но они очень близки к этому созданию. И они сами себя останавливают. То есть они могут в любой момент решить, сделать вот этот финальный, скажем, прыжок и получить ядерное оружие. У них сегодня достаточно обогащенного урана для того, чтобы создать, там, говорят, до пяти ядерных боеголовок. Это громадная цифра. Поэтому, опять, в Иране, в самом Иране, они очень боятся, если Трамп придет к власти, и они делают все, что возможно со своей стороны, для того, чтобы, скажем, победил альтернативный кандидат. Мы, кстати, помним, что Трамп наложил санкции на Иран. И это были санкции, которые не позволяли экономически развиваться, и в частности развивать и ядерную, и другие военные программы. И вдруг, когда пришел Байден, то мы знаем, что санкции были сняты, миллиарды долларов был направлен в Иран. И, возможно, те деньги, которые используются и сегодня, или использовались раньше, это следствие той политики. И вы думаете, что, с другой стороны, приход Байдена или приход Трампа к власти относительно происходящего в Европе, я сейчас говорю о войне Украины и России, как это может повлиять? Смотрите, давайте коснемся того, что вы сказали по поводу санкций, которые были наложены президентом Трампом. И что происходило в тот момент, и что происходило после этого, а потом коснемся Европы. Значит, то, что произошло, когда Трамп наложил санкции на администрацию, на правительство Ирана, на режим Ирана, то Иран в тот момент добывал, после этих санкций, добывал порядка полумиллиона баррелей в день. После того, как пришел Байден, они начали добывать почти 3 миллиона баррелей в день. И, соответственно, понятно, что больше денег получают. Санкции, которые были наложены администрацией Байдена, они недостаточны. И Иран, скажем, невольготно себя чувствует, но по-прежнему у него достаточно денег. Я вам просто могу напомнить, что если бы не война, которая началась между Россией и Украиной, то был план в администрации Байдена вынести КСИР, это корпус стражей исландской революции, из списка террористических организаций. Это, послушайте, это реальная террористическая организация, которая отвечала за убийство сотен израильтян во всем мире, включая то, что произошло в Аргентине, когда взорвали израильское посольство, израильский культурный центр и так далее. Погибли сотни людей. Поэтому, понятно, что сейчас ситуация хуже. Во время президента Трампа было, ну, я считаю, что для Израиля это было лучше. Теперь, что произойдет между Россией, Украиной и все относительно Европы? Я вам просто могу напомнить, во время, когда каденция Трампа, Трамп обратился к всем членам НАТО и сказал, послушайте, мы не можем больше за счет Америки вас защищать. Если вы хотите защищаться, то по уставу НАТО вы должны тратить 2% от своего GDP, валу национального продукта, на оборону. Они к этому моменту все европейские страны тратили меньше 1%. И он сказал, нет проблем, если вы отказываетесь тратить, то я не буду вас больше защищать. И я вам могу сказать, что происходит сегодня. После того, как началась война между Россией и Украиной, сегодня европейские страны, входящие на НАТО, тратят 2% как минимум. Польша сегодня тратит 4% от валу национального продукта. То есть они начали платить действительно за то вооружение и за ту оборону и за ту безопасность, которую Соединенные Штаты предоставляют. Поэтому я считаю, что даже когда Трамп выходит и говорит, я перестану там помогать НАТО, это все просто заявление. В конечном итоге все заинтересованы для того, чтобы НАТО существовало. А Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы была Европа как основной союзник Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты заинтересованы также в победе Израиля на Ближнем Востоке, потому что в противном случае ситуация в мире будет абсолютно дестабилизирована. Я могу сказать, одна из причин, как в тот момент, когда Россия перестала поставлять энергоресурсы в Европу, одно из самых главных мест по поставке энергоресурсов это Ближний Восток. Если Ближний Восток перестанет поставлять энергоресурсы в Европу, а это произойдет, если Иран победит, если Иран захватит вот эту часть энергоресурсов, то Европа будет, ну скажем, банкротом. И Соединенные Штаты никогда себе не смогут позволить такой ситуации, когда один из главных союзников, основной союзник Соединенных Штатов в Европе ослабнет. Поэтому Соединенные Штаты оттуда не уйдут, они сделают все для того, чтобы победил Израиль вместе с Соединенными Штатами. И это только вопрос времени, и вот мы все ожидаем, надеюсь, победы Трампа. Я могу сказать, что произошло в Ивране сегодня. Они закрыли свое воздушное пространство с 4 ноября по 6 ноября. То есть одна из, по одной из версий, они говорят, что они собираются атаковать Израиль. Но с другой стороны, Соединенные Штаты послали на Ближний Восток. Вот только что они там буквально сегодня прилетели. Стратегические бомбардировщики Би-52. Это громадная сила, это те бомбардировщики, а точно не для того, чтобы защищаться, для атаки. Посмотрим, что они с этим сделают. Вы говорили о победе Израиля, в то время как из-за океана, как из Белого дома, так же из Европы, слышатся укрики умиротворений. То есть, don't escalate, то есть, деэскаляции конфликта. И это вообще похоже на то, как если бы окружили Берлин, и кто-то бы кричал, так сказать, прекратите убивать немецких граждан или остановите войну. То есть, в момент, когда Хамаса вышел страшное преступление, когда десятки тысяч ракет были выпущены из Белого, и граждане Израиля были убиты. Вот такого рода призывы к деэскаляции. Какова, вы считаете, задача Израиля в этой войне? Смотрите, во-первых, задача Израиля понятна. Мы поставили, определили четкие цели. То есть, может быть, они кому-то не нравятся, но с чего цели у нас они определены. С точки зрения нашей цели в Газе мы сделаем так, чтобы Хамаса там больше не было. Мы сделаем так, чтобы никогда больше никакого уровня опасности не предоставляла нам Газа. И мы этого добьемся. Это вопрос только времени. Я могу просто опять привести пример. Все у нас, у нас есть покойный народ. Мы все хотим, дайте нам, что будет завтра. И обязательно ответьте, что будет завтра в Газе или послезавтра в Ливане. Иногда ответ он занимает больше времени. Иногда ответ он, что у нас нет сегодня решения. Конкретно в этом случае, я думаю, что у нас есть решение. Я напоминаю, что происходило в истории, когда закончилась вторая мировая война. Ни Германия, ни Япония не стали дружелюбными странами для всего мира 9 мая. Заняло одно поколение. И они превратились в дружелюбные страны, почти пацифисты. Японии нет, и Германия почти пацифисты. И займет, наверное, тоже много времени. И с Газа мы не уйдем. Там не будет больше такой ситуации. Не будет возможности, чтобы эта часть, вот эта территория Газа каким-то уже угрожала Израилю. Поэтому наша цель понятна. Цель на севере, она немного сложнее, потому что в том случае мы боремся с настоящей страной. Хизбалла захватила страну. Это террористическая группировка, захватившая страну. Хизбалла – это самая мощная террористическая группировка в истории человечества. Она мощнее, чем Аль-Каида, чем то, что было до этого. Это другое. Они 100 тысяч армия, вооруженная по последнему слову техники. Там единственное, что у них там самолетов нет. Там у них даже танки уже были. И опять, мы с ними воюем, и мы тоже победим. Это вопрос только времени. Когда вы говорите, что почему идут оклики, и почему нам говорят пытаться остановить Израиль, делается ли не делал. Смотрите, Соединенные Штаты стояли перед последним, полгода-год, они занимались только исключительно одной вещью. Это предстоящими выборами. И поэтому точно никто из них не хотел в Соединенных Штатах, ни один из кандидатов, демократы, это точно не хотели прийти к выборам, в ситуации, когда Израиль делает то, что мы сейчас делаем. Опять, мы с вами обсуждали, когда тоже в прошлом, штат Мичиган, город Дирборн, Диэсэй, демократические социалисты Америки, Рашид Лайпс, Соединенных Штатах. Понятно, что все хотели, чтобы мусульмане в городе Дирборн, в Мичигане успокоились. Почти 200 тысяч мусульман, которые голосуют в основном за демократов. Надеюсь, что в этот раз они не проголосуют так. Поэтому оклики они понятны были. В Европе своя ситуация. Но если вы посмотрите, обычные люди, обычные люди в Европе поддерживают Израиль. И когда политикам необходимо выйти со всем этим красивым названием словами политик или коррект, искать правильные вещи, по-настоящему все поддерживают Израиль. Скажите, пожалуйста, какова перспектива с Ираном? Смотрите, с Ираном следующая ситуация. Мы нанесли удар. Вот недавно совсем, несколько недель тому назад. Это была одна из красивейших операций военного воздушного ВВС Израиля. И вообще во время всех операций в мире, из которых происходили, это была невероятная операция, представьте, вылетело более 100 самолетов с дозаправкой в воздухе. Мы долетели там до 1600, несколько даже самолетов дальше немножко полетели. Мы по дороге уничтожили ПВО в Сирии, ПВО в Ираке. ПВО было уничтожено 4 комплекса. ПВО С-300, российский В-300 было уничтожено, которые защищают Тегеран. Мы уничтожили заводы по производству топлива, твердого топлива для ракет. Мы уничтожили заводы, часть по беспилотникам, мы уничтожили часть попалистических ракет и так далее. И мы сегодня, то, что мы сделали, мы проложили, в принципе, сегодня коридор до Ирана. Он чист, пуст, и мы можем летать туда. То есть я могу сказать, что я разговаривал с одним из пилотов, который у нас работает в Иляле. Он сказал, если бы мне завтра искали посадить самолет в Тегеране, я бы не боялся, я мог долететь уже до Тегерана и посадить там самолет. Дорога расчищена. Теперь опять мяч на стороне Ирана. Если они попытаются сделать какое-то движение в сторону Израиля, посмотрите, у нас настолько возможно различных опций, что сделать и вариантов, как нанести наш ответный удар. Я думаю, что если они сделают эту ошибку, нанесут какую-то атаку по Израилю, ответный удар будет очень силен. Есть такое мнение, что не нанести удар и не уничтожить ядерную программу Ирана сегодня, до того, как еще у них есть ядерное оружие, это упустить возможность. Что вы думаете? Смотрите, я могу сказать, один из ударов, который был нанесен несколько недель назад, то есть кроме тех целей, которые я озвучил, еще был у них завод, который по производству ядерных боеголовок. То есть в принципе ядерное оружие, оно состоит из трех частей. Одна это обогащение урана, второе это средство доставки, третье сама боеголовка. Ядерная боеголовка для того, чтобы существовала по конечному итогу ядерная реакция. Так вот мы ударили по заводу, который производил ядерные боеголовки. Теперь уничтожить военную ядерную программу Ирана одним, одному Израилю крайне тяжело, почти невозможно было до сегодняшнего момента. Почему? Значит, у них есть несколько, они в 2008 или там, начиная с 2008 года, они разнесли свою ядерную программу по различным местам. У них нет одного ядерного реактора, скажем, как был в Сирии, который мы уничтожили, или как ядерный реактор в Ираке, когда мы тоже уничтожили когда-то. Он разнесен сейчас на несколько частей, и они, понимая, что Израиль в конечном итоге не даст возможности развить эту ядерную программу, часть они зарыли в скалы, глубоко в скалах, часть они под землей. И поэтому самим нам уничтожить эту ядерную программу невозможно. Почему? Для этого необходимо использовать другой тип вооружения. В Соединенных Штатах тип вооружения называется GBU-57. Это бомба, которая 6-метровой длины, она пробивает до 60 метров земли и 16 метров железобетона. То есть это вот другой вид оружия. Такие бомбы несут стратегические бомбардировщики, такие как B-52 или как B-2 стелс-невидимка. И если Соединенные Штаты, надеясь, после выборов примут правильное решение, и вместе с нами согласятся уничтожить ядерную программу, которая угрожает не только Израилю, поверьте, она угрожает точно так же Соединенным Штатам. Если террористическая страна, государство, как Иран, получит доступ к ядерному вооружению, поверьте, что можно его уменьшить, можно сделать грязную ядерную бомбу, и она может достигнуть точно так же территории Америки. Поэтому нельзя, чтобы у бандитов было такое вид оружия. Я хочу вас поблагодарить. И действительно, выбор в настоящий момент в руках наших избирателей. Абсолютно верно. Спасибо огромное. Спасибо большое.